я поехали всем привет нет у тебя потом посмотришь привет я вообще тебе поражаюсь николай вырастить 300 подмосковье вот и наверное тот самый случай когда есть кому опровергнуть идею что там расти ничего не может и не должна самыми простыми агроприемами зверскими уничтожать все подряд видели этот самый темирезовский саженец 3 метра в высоту толщина толще вашей руки объем корней 95 процентов уничтожено и продадутся ведь они специально показывали как рекламу вот подлейший прием 7 литровый горшок воткнуть пятилетнее дерево и отправить людям и научить этому что ждет нас я не знаю а ведь это считается лучший вуз давайте кого искала продавай 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 я понимаю если ты все 300 вырастешь до плодоношения типа ведь его надо будет поставить ну проект продаж часть тебе виднее колесников привет вот это нами наличал так привет всем youtube шайтанит интересно смогут организовать сегодня вебинар вроде бы смогли раз все молчат не звонят значит вебинар идет знаете что было вчера сказать и вот точно также слова слова я целый час говорил думаешь что меня слышит целый час так я кого олег добрый день диакова доброго дня брат ссылка для просмотра на юру тубе о ребята ссылка для посмотра на рутубе вот она давайте-ка это снимайте копию пока не поздно манитома косточки будут так косточки манитома будет но александр как на духу вот не ведет мне в каком плане вот наверное отборнейшие плоды манитома я получил только первые пару лет уже следующее поколение уже следующее было абсолютно не похоже на манитома манитома классическая сейчас не найду у меня огромный материал его надо систематизировать а настолько огромен такого нет ни одной институте университете не ни одном не и с х нету но тут беда в том что это огромная работа вы меня кто бы взял на корж то и тогда я бы все бы делал я бы сейчас бы сказал манитома я сразу набрал манитома я вам сразу показал все что то есть манитома это канадский сфор и где его взял и какая история какие результаты он зараза взял изменился на сто процентов теперь он уже не похож он уже не похож на себя самого он за абсолютно круглый вот теперь это средний чок середичок среди априкосов не крупные не мелкие 40 грамм вот как говорится сало как сало чё его пробовать вот примерно так вы спросили си манитома косточки манитома у меня есть понятие так стараюсь быть честным до конца есть косточки под названием не того поняли идем дальше кричи хина москва добрый вечер бухтияр угрожение бухтияр когда-нибудь пропустите хоть один раз сколько можно ольга шучу добрый день а ну-ка я была в мичуринском саду тсх ничего подобного не видела кто покупает сажение с двух-трех летний я покупала договариваться день приезда выкапывает тканью корни оборачивать есть продаж 4-5 летний но они рам нут что такое слово рам нут а растут на больших горшках не меньше 20 титров таких как на картинке я не видела ольга это рекламный сайт темиральской академии это сайт темиральской академии иначе я бы не стал упозорить это так учат студентов раз у меня на одном из вебинарах я не могу найти 300 вебинаров вот две фотографии не так фотографии двух саженцев абсолютно уроды женщина говорит я позвонила темиральскую и сказала я приеду к вам куплю два саженца ей ответили нет платите мы привезем привезли вручили мне вот это и что мне с этим делать это были настоящие уроды у тебя на фотографии а вы предоставляете другую информацию а допустим прошло я же начал 7 лет назад вот а вы знаете что моего это моя фотография моя лично моя я доказывал раз 10 она это моя фотография была присвоена темиральской академии эта фотография абрикоса серафим присвоили назвали успех под моей фотографии было расшифровка успех и целую ей сочинили биографию целую биографию и это сайте темиральской академии я возмущался пару лет я как раз вступил конфликт с этими с братом с этими как их назвать то есть уже мягко говорить неадекватные эмоциональные дамы которых обвинили в том что они учат убивать деревья они не могли нам этого просить так вот а я полезно как раз думаю что же это за люди такие почему же их научили делать они в них они же наивные они же считают что это правильно что надо нижние ветки отрезать вот ты толстая толстая нижней ветки тогда я полез на сайте рейс когда я посмотрелся о господи вот почему не такие так и нашел свою фотографию недавно полез нет мои фотографии поняли раз заодно была критика вот и этой фотографии которые я показал вот этого самого найду ли я сейчас не найду этих мальчиков искать не искать они не буду сейчас искать у нас нагляделись правильно нагляделись вот и тогда получается следующее значит годы шли наверное и это моя польза вот что уже горшки не 7 литров а 20 литров ведь я же и буквально как пыль стирал понимаете я позорил буквально они обязаны были ведь я же в 6 фильмов создал ради этих двух дам они же фильмы смотрели они должны были среагировать они гордятся что они теми резюки могли они сообщить или что в конце концов железо позволит ну хотя бы это 20 литров сделать и горшки могли могли вот вот такие дела будем считать что от меня какая-то польза была вот и еще мичуринский сад т.з.х. многие еще под него работают понимаете еще под него работает ах это саженцы с мичуринского сада вспомните как 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 казахстан вспомнили вот так вот идем дальше так лишайник удаляли железом корпороса или щетка деревянной мы видели щетку по металлу раз мы видели удаляли ножом мы видели удаляли пилой мы видели удаляли шпателем металлическим спать и а где вы видели что лишайник удалять в железом корпороса но допустим вы видели в мичуринском саду что там лишайник удалять в плиту паруса и пусть это более гуманный способ гуманный способ но решайник удалять нельзя это вопрос вопросу когда то на этом будет построена вся агротехника не делать не просто лишней работы даже гуманная работа железный купорос, деревянная щетка казалось бы гуманная это тоже не просто лишняя работа она тоже вредит дереву только меньше Ольга, все равно вредит дереву это очень важно, это значит что я как был один, так до сих пор один вот, ну и не считают допустим моих учеников так Семен Алтай приветствую коллеги, доброта Елена Новосибирь, здравствуйте Олег Константинович, писал и надяга по поводу прививки яблони вы сказали на юббинале мне ответить и ой вот я болтун так, ну я сегодня даже третью часть не рассказал, то что Елена, миренькая, вы учите мою занятость невероятную вы не знаете, что я ночью занимаюсь что я работаю где-то скорой помощью, ну судьба у меня такая потому что 10-20 человек говорят Константинович, кто на ты, кто на вы но нам больше не к кому обратиться понимаете, и вот тогда получается что я этот самый скорая помощь я не числюсь нигде этим как их называют-то вот, ни мчестникам, ни этим которые помогают людям официально вот, я просто помогаю людям я не успеваю еще раз напишите я себе даже не найду где это я обещал хорошо? так извините я стараюсь не быть болтаном но случается Свинин, привет Бухтияров, прошу выслать диплом о прослушивании а что такое диплом вопрос а, то есть я должен создать диплом что-нибудь хитрое такое ну пусть виртуальное не бумажное а что такое красивое 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 вот, и на нем написать что Леонид Бухтияров прошу 300 вебинаров и годится в садоводе настоящая вот это Леонид имейте ввиду вы не знаете как вот сейчас секунда у меня есть талантливые ученики вот один из них внимание вот это и есть вот этот знак спасет если брать планету миллионы людей если брать Россию спасет от верной смерти десятки человек а от увечья от сиротства вот от лекарств от разбитых машин от всего сотни и даже миллионы даже только по России вот вот но этот знак вы знаете как у меня богатейшая фантазия я вот сейчас работаю вместе с знаете чем мы занимаемся с Павлом Троценткой вот Павлом Троценткой занимаемся что мы делаем сейчас невидимый мир мы переходим в него биополя биополя дерева отрезали ветку а она осталась а мы ее не видим вот это одно направление вот это направление биополя земли самая страшная вещь на свете она вредила всегда миллионы раковых болезней связаны с нахождением биополя наука знает не знает ну палец о палец не ударяет страшно это наука предательская они не хотят этим заниматься потому что кто-то 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 сказал здуру когда-то еще при Сталине при Хрущеве сказал что биополе это как это называется лженаука и все и точка еще кто-то придумал пара паранаука господи слов таких не знаю и застряло в этих энциклопедиях и все нельзя не поступить где смелость спасти миллионы людей ну кто спасет то в конце концов а я беру я железу и говорю значит Андрей родной Денисенко ты талантливый этот самый как он называется компьютерщик нарисуй мне вот это пусть я не сегодня но через 50-100 лет мы будем спасать людей нарисуй чтобы было 40 километров не больше меньше нельзя потому что дорога безопасная попробуй застав человека ехать 20 километров она безопасна внешне нарисуй череп с костями нарисуй расстояние его можно легко измерить где начинается биополе где кончается но надо захватить еще 20-50 метров до до этого самого до гиблого места почему надо же еще тормозной путь учесть чтобы человек мог скорость снизить значит в другом месте должно быть 120 метров в третьем месте 240 метров и это все на полном серьезе я сейчас начинаю опять волноваться можем захотим но никто не хочет вот эта страна такая у нас хочу я завелся а почему а вот почему потому что мы взяли и написали сейчас а все я не буду даже уточнять почему я завелся так Елена я покорно жду напишу еще раз напишите я люблю отвечать людям которым это интересно а уж тем кто повторно значит правда надо вот разберемся 301 вебинар будет уже хотя бы потому что ну если было 15 участников прямых участников потом в этот раз 25 ну значит еще все номерло такое есть выражение на моей родине все номерло так ну что все кажется мы поговорили я так и не затронул тему настолько важную попробую сделать отдельный фильм но я еще обещал сделать этот самый аудиофиль что у меня есть это уникальный материал который не имеет равных на всей планете вы думаете там за границей много умных там и этих то нету как у нас даже таких нету вы понимаете только у нас было настоящее школьное образование только у нас так 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 я сохраню эту тайну сохраню интригу до следующего занятия давайте друзья прощаться вот а кстати нагло второе счастье что там было написано что там было написано там было написано покупайте косточки семечки и будет вам счастье понятно да понятно тогда теперь я уже полностью а вот она закажите семена в каталоге железово эх Антон ну что на 24 год не исправил ведь люди будут шарахаться но урожай 23 года как минимум не хуже урожая 24 года и 22 года не хуже чем урожая 23 года вот я обладатель единственной на планете уникальной коллекции сейчас существует на планете специальная там где сохраняются сотни тысяч видов и сортов семян семян которые ждут американцы придумали выражение судный день это когда все начинает придется сначала с самого начала придется начинать то есть опять распахать мотыг землю ну к этому идет пока то есть это не исключено вот и посеять и достать с этого самого семинара с этого хранилища которые хранятся при минусовой температуре в вечерной злоте вот и посеять и самого главного чего там нет вы догадались моих абрикосовых косточек вот и мы их можем потерять навсегда вот и никто никогда ко мне не позволит не предскажет мы выкупаем у вас весь этот самый мы заплатим столько-то миллионов рублей и это будет сумало а вы садитесь симатизируйте свои знания приготовьте нам значит программу до школы учебного по биологии программу и там не будет что Сечен доказал что это самое что у человека нет души там как в нашем учебнике учебнике биологии в советском что там этого не будет что у человека нет души там наоборот будет все факты мои факты что душа у человека есть вот а мы ваши семена во первых разошлем во все НИИ еще никто не сказал что будет судный день мы этого просто не знаем во все НИИ во все ВУЗы во все эти самые как называются это кукол терпеть не навяжу это слово вот и тогда контрольные все экземпляры отправим под землю мы отправим их вечную мерзлоту на всякий случай ведь ждем же судного дня ведь хранятся сотни тысяч только наименований семян со всей планеты хранятся же ну почему железовских нет все высказался помогайте друзья распространяйте мои семена Жамалдина знаете что сделал сказать еще не все отключились мало того что у него 300 растет моих сердц подговорил соседей вот подговорил книгу заказали оплатили вот еще умудрились мне деньги подарить вот елки железу деньги подарить я на эти деньги двойные косточки выслал ладно принимаю подарки да а как же мне же недаром достаются эти же вебинары и прочие эти самые вот стоило получить мне полторы тысячи рублей как я тут же выслал ответ на три тысячи все друзья извините за длинный разговор дай мне только повод поговорить остановить трансляцию до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...